У военно-воздушных сил США появилось новое оружие – ракета Stand in Attack Weapon, или сокращенно CIV. Военная инновация способна фактически обезвредить армию РФ. ВВС США получили первую копию новой ракеты, которую производитель оружия Нортроп Груман разработал для критической миссии – подавления вражеской ПВО, чтобы расчистить путь для последующих воздушных бомбардировок. Это жизненно важная возможность, которая может склонить чашу весов в любой будущей европейской войне. Это ракета, собственно, универсальная, достаточно многоцелевая. Ну и, в общем-то, сейчас проходят испытания и ожидаются огромные контракты, тысячные контракты, тысячное в смысле количества ракет, а не стоимость. Она войдет в стандартную номенклатуру вооружения натовских самолетов F-35. Но также ее смогут нести и существующие самолеты, те же F-18, те же F-16. Только если пятое поколение будет нести ее внутри фюзеляжа, то четвертое плюс-плюс поколение будет нести ее на подкрылевых пилонах. Вот вся разница. По данным английского издания, The Daily Telegraph разработала новую ракету компания Northrop Grumman. Контракт был подписан в прошлом году с Минобороны РФ, а уже в начале ноября 2024 года первую ракету передали на испытания ВВС. Ракеты CIV предназначены для относительно близких атак, поэтому в потенциальной войне между Китаем и Тайванем они будут малоэффективны, так как американским истребителям будет трудно подобраться близко к целям. А вот в потенциальном противостоянии России и Европы это оружие может стать решающим фактором. Комбинация F-35CIAW может стать разрушительной в воздушной кампании над Европой, где расстояния между дружественными и вражескими силами гораздо менее пугающие. F-35, летящие против российских войск, могут смести их ПВО, открывая небо для западных самолетов, чтобы действовать над полем боя. Что китайская армия уязвима в отношении, скажем, уязвима, если против нее будут использовать самолеты пятого поколения, вот эти F-22 и F-35. И точно так же уязвима российская армия. То есть где ее использовать в Китае при защите Тайваня или в Европе при защите европейских стран, вот никакой разницы не играет, потому что ракета, собственно, универсальная. Новая ракета CIB класса «Воздух-земля» может легко уничтожить ПВО и радары, открыв возможность другим бомбардировщикам нанести удары на поле боя или в глубоком тылу, например, на временно оккупированной территории Украины. Ракета САЯ-W прежде всего предназначена для уничтожения быстро движущихся целей, которые являются частью системы так называемого «ограничения и запрета доступа и маневра» или ЭДВА-АД — «антидоступ и область запрета». Но вместе с тем цели для САЯ-W не ограничатся одними лишь радарами. В противовоздушной обороне эта ракета также будет охотиться на пункты управления, пусковые, баллистических и крылатых ракет, системы подавления GPS, противоспутниковые системы и другие важные цели. Использование F-35 в связке с ракетами CIB на данный момент звучит как научная фантастика, но еще год назад передача Украине истребителей F-16 звучала не менее фантастически, а сейчас они уже уничтожают технику РФ. РФ.